Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают завоевателей. Они навязывают свое. Микух Маклай не навязывал свое. Он жил рядом с ними, описывал их жизнь. Поэтому, кстати говоря, считается первым этнографом. И, кстати говоря, почему знаю много о Микухе Маклай? Вы знаете, Микух Маклай же описал свое путешествие, это как научный труд. Не как научный труд, а это был научный труд. О том, как люди взаимодействуют друг с другом. О том, как они живут друг с другом. И его научный труд стал более мягким, более человечным. Он рассказал о своих впечатлениях. И фактически, когда мы берем книгу «Путешествие на берег Маклая», научный труд, мы никогда не найдем его в научных трудах. Мы найдем его именно на тех полках, которые относятся к путешествиям. И открывая эту книгу, мы видим рисунки, иллюстрации того, как он это сделал. Кстати говоря, все же художники, все же брали путешественники с собой художников. Естественно, вообще мир Европы узнало, не знаю, об Африке, о Востоке, благодаря Яковлеву, потрясающей выставкой недавно. И одна за другой была там, желтая и черная. Потрясающие, конечно. Причем, какие мастера оставляли свидетельство. Но при всем уважении к вашему выдающемуся прадедушке, а вы почему этим занимаетесь? И что вы там увидели? Вот это самое интересное. Нам повезло в том, что именно то место, где он проживал, оно в большей степени сохранило все так же, как и было раньше. Безусловно, там есть мобильный телефон, они плохо ловят связь, безусловно, там есть футболки, но это, вы знаете, не признак цивилизации футболки, откровенно сказать. Солнечные батареи, разумеется, есть, которыми можно зарядить телефон. Вот что сегодня вам бросилось в глаза, на что вы обратили внимание, именно из уклада жизни, именно из отношений между людьми, не знаю, правила их жизни, что ли? Вы знаете, традиции у них сильны, потому что их дети живут вместе с ними. Если мы подумаем, то и наши дети, живущие вместе с нами, сохраняют традиции семьи и передают их дальше. И главный клана Асель-Туй, который помнил, кстати говоря, это потомок того попуаса, который впервые встретил Миклуха Маклая. То есть вообще, чтобы мы понимали, мы были в том месте, где был Миклуха Маклай, и общались с потомками тех, кто помнит Миклуха Маклая. Не просто тех, кто там живет. В этом ценность, в этом потрясающий момент, уникальный, конечно. И они пока живут там. Будут ли они оттуда уезжать, конечно, когда будет развиваться образование. И, с сожалению, немножко смотрят на это и старшее поколение, потому что говорят, мы можем передавать традиции, когда наши дети живут вместе с нами. Но в то же время мы понимаем, что нужно образование. По поводу образования и культурных центров. Там 85% людей, безусловно, заняты сельским хозяйством. Не все хорошо говорят, по-английски, хотя английский язык и язык образования. Но сейчас это развивается очень быстро. В университетах, например, Папу Новогниев, Порт-Морсбе 15 тысяч обучающихся. Это очень большое учебное заведение с хорошим образованием. И туда попасть не так просто. Поэтому пока сохраняется вот эта вот ситуация, когда они хранят эти традиции. Но это их право. Миклуха Маклая привез им топор. Их право выбирать, как двигаться дальше по прогрессу. Я считаю, что мы не имеем права их останавливать и смотреть на это, как, знаете, вот на что-то диковинное. Ну вот то, что мы сейчас видим на экране. Это уже аттракцион для туристов? Или это абсолютно нормальная ежедневная обстановка? Это праздничная обстановка. Это не для туристов, потому что в этом месте нет туристов. А что за праздник? День независимости 16 сентября. У них есть День независимости. В 75-м году страна получила независимость. А семья как строится? Мужчина выбирает женщину? Женщина мужчину перед тем, как создать семью? В тех племенах, в которых мы были, это мужчина выбирает. Сам или родители? Родители однозначно. Родители? Он может выбирать. И есть даже такая традиция, что если мальчик, молодой человек, мужчина, выбрал девушку, и она закричала, не захотела, ну, например, встретились в лесу, и она не захотела с ним дружить или общаться в дальнейшем, и она закричала, то здесь может начаться война. Это однозначно, они женщин своих очень серьезно защищают. Преимущественно все-таки после того, как родители решат, что мальчик готов, после этого он проходит процесс инициации, и он может создавать семью. Кстати, семьи поэтому такие крепкие, потому что родители-то думают головой. Удивительно. Вообще, где Папуа, где Иерусалим? А в общем, традиции очень похожи. Они говорят, что мы очень похожи. Денисовский человек имеет точные гены, такие же, как у папы новогвинейцев. новогвинейцев. Ну вот, это же видно. Да, да. Наш человек. Спасибо большое, Николай. Вы не будете 40 лет ждать до следующей экспедиции, но раз дело пошло. Конечно. Там есть что делать, как я понимаю, но не все дела переделали. Однозначно. Сейчас я думаю, что мы будем регулярно общаться. Спасибо вам. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...